Вы только посмотрите на результаты наращивания корней орхидеи на моем фаленопсисе Принцесса Дракон. Эта орхидея растет в достаточно минеральном грунте. Здесь есть пеностекло и сверху, и снизу, и внутри горшка. Также идет моксфагнум, керамзит и даже есть пенопласт. Стоит в двойном горшке, вода на дне. Буквально таким образом. Несмотря на недостаточное количество корней, все равно листья держат туркар по сей день. Я очень часто опрыскиваю янтарной кислотой, аскорутином, борной кислотой, лимонной, никотиновой. Весь мой кислотный альянс помог простимулировать появление новых корней. Именно поэтому, если у вас есть маленькие подростки орхидеи размера 1,7, даже 2,5, Тем более, если есть даже большие орхидеи, но нет корней, то есть вне зависимости от размера листьев и возраста растения, все равно можно попробовать реанимировать моим способом. Обращаю ваше внимание, что на дне сейчас достаточно большое количество воды уже над рукой орхидеей. Орхидея Phalaenopsis, сорт Equestris Gras. Очень красивое розовое облачко. Посмотрите, и листья до сих пор в туркаре, и корни появляются один за другим. Старый корешок, который был, до сих пор остается активным. Точно так же сидит в такой же системе посадки. То есть большое количество компонентов минерального состава. Я про керамсит, я про пеностекло. Есть пенопласт с вкраплениями, древесный уголь, обязательно я об этом забыла упомянуть, и моксфагн, то есть компонент, который будет проводить воду снизу вверх. Кстати, когда мы сажаем орхидеи по такому способу, с такой системой посадки, обязательно не забывайте добавлять древесный уголь. Мало кто о нем вспоминает, но это очень важно. Ведь если мы полимаем водой, или вода на дне очень регулярно добавляется, восполняется, то это может как-то влиять на появление плесени, подмивание кончиков корней. Поэтому обязательно для того, чтобы это предотвратить, добавляем древесный уголь. На самом деле, такой способ посадки орхидеи я называю временным, потому что когда корни отрастают, можно уже сажать орхидею отдельно. Ну вот, к примеру, когда корней вот такое количество, как сейчас на фаленопсисе принцесса дракон, то вполне уже можно ее доставать из этой временной системы посадки и садить в мой любимый способ. Это 0,5 литра воды и стакан прозрачный с теми компонентами, которые я всегда использую. То есть тогда корни попадут внутрь и обязательно прорастут до дна, потому что вода на дне точно так же будет оставаться. Поэтому обязательно не пропустите видео на моем канале продолжение реанимации этих орхидей моим кислотным альянсом, три его препаратами из аптеки, подкисленной водой, лимонным миксом. Все рецепты оставлю в комментариях под этим видео. Ведь посмотрите, сколько корней уже есть, плюс продолжают появляться. Листья также держат туркар. Орхидеи на глазах развиваются и растут. Помогают мне не просто способ посадки компонента субстрата, помогает мне кислотный альянс. Он укрепляет иммунитет растений, поэтому если вы используете просто удобрение обычные макроэлементы, азот фосфоркалий, этого недостаточно. Для того, чтобы вернуть туркар листьям орхидеи и вернуть их к жизни в целом, вам обязательно дополнить рацион их питания, сделать его полноценным, использовать все возможные способы. Я про регуляторы роста, стимуляторы, аминокислоты, кислоты. Улучшить качество воды. Только в совокупности всех факторов ваша орхидея будет оживать на глазах. Продолжение следует... Моя система посадки. Кислотный альянс работает с другими подкормками за одно целое, как одно целое единый механизм. Поэтому результаты являются также общими усилиями. И такими корнями орхидея очень быстро примется и в другой посадке. За счет тех компонентов, которые позаботятся об этом. Посмотрите, ведь шейка была достаточно пораженной. И тем не менее, за счет того, что лечение продолжалось, потому что и борная кислота, и перекись водорода, и йод как раз таки являются неплохими антисептиками, они долечили это растение. И орхидея полностью завершила курс лечения до конца. И реанимация, значит, прошла успешно, как это и ожидалось. Посмотрите, эти корни тому явные подтверждения. Ну что, надеюсь, мне далось попробовать посадить ваши орхидеи и реанимашки по такой системе посадки, с такими компонентами субстрата, по крайней мере, на временной основе, для того, чтобы простимулировать новые корни. Ведь очень часто вы спрашиваете, куда сажать, если без корней орхидеи? То есть, по факту, теоретически, мы ее ставим. Поставить куда? Просто в корзинку без субстрата. Ведь нужно поднять тогда влажность относительную в комнате. А если поставить на что-то минеральное, на что-то воздухопроницаемое, усилить его, восполнить каким-то компонентом влагоемки, в моем случае, это моксфагном или кокосовые чипсы, для того, чтобы влага равномерно распределялась по всему объему горшка, тогда получаем способ, который идеально как раз-таки поможет вам нарастить новые корни у орхидеи без корней с полного нуля. Вот именно такие орхидеи сейчас мелькают в кадре. Вот сами видите, вот я одну из них достала, потому что если пропустили прошлые части, то, возможно, не заметили, что это действительно орхидеи без корней. Вот виднеется здесь корешок, который уходит вовнутрь, но он еще тогда был сухим, я просто побоялась его удалить, но он уже не работал. И тем не менее, за счет кислотного альянса, системы посадки, компонентов субстрата, ухода в целом, регулярного опрыскивания, воды на дне, непростой, а именно с добавлением этих препаратов, мне удалось получить такие результаты, которые показываю сейчас вам с огромным удовольствием.